На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители, это программа «Ночное такси» на YouTube. Я, Александр Фрумин, и мой друг Михаил Дюков с вами в течение этих четырех недель, вот уже вторую неделю мы с вами работаем вместе, и, конечно же, рассказываем в течение ближайшего получаса о музыке шансона по-русски. Именно этой музыке посвящен телевизионный канал «Ночное такси» на YouTube. Всегда сообщаю нашу статистику, к моменту нашего входа в студию более 32 миллионов и 550 тысяч, вот такое количество наших зрителей посмотрело телеканал «Ночное такси» на YouTube, который работает для вас с 15 ноября 2010 года. Начинаем! Близкое ретро. В программе Александра Фрумина «Ночное такси». В «Близком ретро» сегодня я хочу показать фрагмент давнего выступления Вилли Токарева, фрагмент того фильма, у которого забавнейшее название «Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР». Фильм, который подарил мне на кассете ВИЧС Вилли Токарев, подарил очень давно, подарил 20 лет назад, когда мы с ним впервые увиделись очно. И, естественно, сейчас я, перед тем, как показать этот фрагмент, спрошу твоего мнения о том, насколько, как ты считаешь, изменился этот действительно абсолютно нестареющий русский певец, русский американец. Ну, вопрос по Токареву, конечно, не случайен, потому что совсем недавно он побывал в нашей студии в Санкт-Петербурге, он побывал в большом 120-минутном эфире программы «Ночное такси» на нашей радиостанции «Шансон-24». Я был рад тому, что, наконец-то, мне удалось встретиться с Токаревым не на концерте, не в нашей автомашине в программе «Формула шансона», хотя и под телекамеру, а в комфортабельных условиях собственной студии, и записать с ним по-настоящему большое интервью с ретроспективным рассказом, вернее, ответом на мои вопросы о том, как записывались его самые-самые первые альбомы. Как ты считаешь, Вилли Токарев за эти годы насколько изменился? Потому что сказали «неувядаемый». На самом деле, кстати, нужно отметить, недавно им исполнилось 82 года. В ноябре? Да. В ноябре им исполнилось 82 года, да. Первый раз я его видел вживую в 89-м году, и спустя ровно 25 лет в Калининград он приехал вновь. На самом деле, впечатления те же самые. У человека столько энергии, столько позитива, столько новых вещей, и вещи всегда актуальны. То есть, да, у него много стало лирики, это понятно, он всегда был лириком большим. Великолепные аранжировки. То есть, мелодистом он остается одним из сильнейших, это нужно признать. Ну и, конечно, вот обаяние, энергетика. То есть, 82 года, я смотрел его год назад, 81, уже достаточно тяжело человеку физически в любом возрасте выходить и отрабатывать двухчасовой, двухсполовиночасовой концерт, чтобы публика хлопала все время, и публика была в восторге, просила бис, 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 он говорит, устал. Ну, он не сказал, что устал, он сказал, ну, хватит. Ну, это восторг. Это вот ощущение, вот весь концерт сидишь с улыбкой. Ползала подпевает, ползала слушает новые вещи с удивлением, потому что, ну, все привыкли, что есть там 5, 6, 7, 10 альбомов классики. Но никто не догадывается, что он продолжает работать, новые песни выходят, выходят, выходят. И голос, конечно, не стареющий. Согласен. Очень интересно. Пожелаем Вильвановичу, конечно, здоровья. И, как и я ему пожелал за кадром, сказав ему, Вильванович, ты совсем молод. Он посмеялся надо мной, зная меня четверть века, а мне всего 50, да, то есть я на 32 года его моложе. И он сказал, Саша, ну, ты бы так не говорил. Я сказал ему, Вильванович, ты молод относительно человека, которого мы с тобой оба знаем и уважаем, относительно Шарля Знавора. В прошлом году он посетил Нью-Йорк и Москву, и Санкт-Петербург, не забыл, в возрасте 96 лет. Сказал Вильванович, у тебя все еще впереди. Смотрим. Я приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток. Небоскребы, 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 а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ. От тоски глушу я водку, а водка не берет. Небоскребы, 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 а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Ни товарища, ни друга растворились, как в воде. И никто здесь не поможет, если скажем, ты в беде. Небоскребы, 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 а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А кругом миллионеры, денег куры не плюют. Между ними, как шакалы, люди бедные снуют небоскребы. А я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Перепуганы до смерти Все большие города Не гуляют в них по паркам Люди ночью никогда не возгрёбы А я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой То, гляди, тебя ограбят То, гляди, тебя убьют Похоронят, как собаку И молитвы не споют Небосгрёбы А я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой Я корабляюсь повыше А вокруг все тоже дно Неужели мне богатым Не стать не суждено Небосгрёбы А я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой Очень часто, очень часто Задаю себе вопрос Для чего не понимаю Чёрт меня сюда принёс Небосгрёбы А я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой Ой, небосгрёбы Небосгрёбы А я маленький такой То мне страшно, то мне грустно То теряю свой покой В ночном такси Рубрика «Лицом к лицу» В рубрике «Лицом к лицу» Хочу показать фрагмент выступления И, конечно, фрагмент интервью Замечательного русского человека Из Эстонии Замечательного капитана Он действительно капитаном был Очень большой промежуток Своей жизни, очень большой период Капитана Константина Баранова Человека, с которым мы очень подружились Человека, с которым нас познакомили Наши эстонские русские друзья Мы за три года Сделали с ним очень много работ Выпустили два его альбома Один из которых был полностью Записан в студии «Ночной такси» От, что называется, идей до мастеринга Я хочу твоего мнения Поскольку ты давал хорошую рецензию На его песне Подчеркиваю, он абсолютно полноценный автор-исполнитель Все, что он делает в музыке Это плод его творческого труда Стихи, музыка, идеи, аранжировки Я очень рад, что мы подружились С этим замечательным человеком Проживающим на территории Эстонии И мне кажется, что у его песен В основном песен, конечно, о море О морской дружбе, о его молодости Есть будущее именно на русской земле Где огромные морские традиции Где много людей связаны Со сложными морскими профессиями И я считаю, что судьба свела нас с ним не зря Твое мнение об этом хорошем музыканте? Ну, во-первых, работягов Я всегда уважал людей, которые Многие пишут На разных этапах жизни Но потом бросают Человек мечтал, человек хотел Человек постепенно пришел и издал альбом А второе, вот По аналогии с художниками Художники-маринисты В шансоне до сегодняшнего дня Был только один маринист, Костя Ундров Который очень много написал О Доне, о Ростове Порт Катон Назывался его Один из последних И Капитан Баранов, наверное, второй человек На сегодняшний день в жанре Кто действительно так или иначе Продвигает морскую тематику У всех есть по одной-две песни Но вот так много, тем более Он пишет там о друзьях О молодости То есть это интересно То есть это вот пласт культуры Который мы не знаем Потому что, ну, реально Кого мы знаем из Эстонии Русских исполнителей? К сожалению, только Баранова Или к счастью? Нет, сейчас уже знаем еще Замечательного парня Сергея Сумина С которым мы подружились позже Чем с... Нет, они явно есть Но их действительно очень немного Очень немного И они, к сожалению, не доходят Не доплывают Хотя вроде бы Эстония У вас-то вообще за углом Поэтому хорошо, что такие авторы появляются Как сказал друг Дональда Трампа Ньют Грингридж Он сказал, что Эстония Это пригород Санкт-Петербурга И поэтому, если там что-то кому-то не нравится Это не повод, чтобы Америка начала Ядерную войну с Россией Ну, такой был юмор, на который очень обиделся Эстонский президент Не так давно осенью был сказан Ну, во всяком случае Я уверен, что все это так Шутки Конечно же, очень здорово, что русские ребята знают дорогу к нам Мы всегда им рады И я уверен, что все русские из нашей Прибалтики Все равно остаются русскими людьми Невзирая на ЕС Невзирая на то, что есть какие-то политические Я уверен, абсолютно временные Так сказать, неприятные какие-то коллизии И мне радостно, что эти люди поют и сочиняют на родном нашем языке Капитан Баранов Таллин, Эстония Смотрим Светнет горько от яркого смеха Руля шпаренный рвется из рук И сгорается миг сигарета И сгорается миг сигарета И ползет заколдованный круг Почему из Каревски ползет Светофоры на злоде спешат И ногой синевой небосвод И моя словно солнца душа Ну, во-первых, спасибо, Александр, за то сотрудничество, которое сейчас успешное сотрудничество сложилось между нами И ваш прекрасный коллектив И интересные люди И все это мне в некоторой степени дало дополнительное вдохновение для того, чтобы продолжать творческую работу Но о себе скажу коротко Я потомственный моряк Вырос в семье морского офицера Учился у его брата здесь, в мореходке, в Макаровке И моя судьба была предопределена как моряка самого раннего детства И когда я сделал попытку поступить в музыкальное училище после восьмого класса По классу кларнета и хорового дирижирования Отец пришел, забрал все документы оттуда И сказал, что не надо разводить нищету Твое место на флоте И вот закончишь десять классов И тогда решаешь, что тебе делать Ну, и так я стал моряком Но нереализованность творческая Она оставалась постоянно Ну и, как часто, очень многие Сначала с гитарой Я получил там, ну не среднее, но почти среднее музыкальное образование Потом начал сочинять песни Потом их исполнять моим друзьям Потом исполнять их на судне Потом в посольствах, где мы часто бывали Ну вот так параллельно развивался и как Музыкант Моряк, да И как музыкант Ну, может быть, слишком громко Ну, не профессиональный, но музыкант Ну, вы же всегда автор Это очень важно для вашей публики Вы же сами сочиняете стихи и музыку Ну, и не только песни, конечно, и стихи сочиняю Что очень важно Да Вы не только мелодист А вы пытаетесь этими песнями разговаривать Стараюсь работать над текстом Как вы правильно заметили У вас это получается Скажите вопрос, который абсолютно неизбежен В силу того, что вы приезжаете к нам в гости Хоть это и близко, и из Европейского Союза А как судьба-то занесла вас в Таллинн? Вы же русский человек, русская фамилия Баранов И как вы оказались в Таллинн? Вы, наверное, и гражданин, наверное, на Эстонии, да? Ну, может быть, я произвожу впечатление К счастью, видимо, молодого человека Но, на самом деле, это было все очень давно Прямо, скажем, 40 лет с лишним лет назад Вы прекрасно выглядите Вопрос, как вас занесло Занесло по распределению, как в советское время говорили По распределению после окончания Макаровки В соответствии с балами, которые были То есть пароходство эстонское, да? Мне предложили работать в эстонском пароходстве Это был Советский Союз И никому в голову не приходилось Что когда-то я окажусь за рубежом За рубежом государством Поэтому это получилось, в общем, не специально Нет, не специально Но, видно, поскольку вы там уже укоренились Вы, конечно, решили, что переезжать куда-то И искать какой-то счастливой доли На территории Росекретарации, наверное, смысла нет Ну, счастливую долю надо искать везде, где бы ни находился Поэтому и в Эстонии можно ее поискать Ну, конечно, там и семья, и... Ну, давно, конечно, огромное количество Очень многое связано с Эстонией Я работал в качестве продюсера, компилятора На тем первым альбомом, который наша компания издала вам в прошлом году Я помню, что было, когда вы приехали знакомиться с нами Привезли материал и сказали Саша, выберите лучшие песни Для того, чтобы издать этот альбом для тех, кто интересуется морем здесь, в Санкт-Петербурге Я сказал вежливо, что наша компания работает на рынке почти 30 лет И мы не работаем на Петербург, мы работаем на весь русскоязычный мир И, в первую очередь, конечно, работаем на всю Россию И затем уже, благодаря электронным системам, таким как iTunes, Google, YouTube Работаем для всех русских Нас знают именно как компанию международную Мы имеем соответствующую сертификацию на нашу продукцию Поэтому мы не можем это сделать для специально питерских моряков Мы это сделаем Я поработал над компиляцией в течение двух недель Выбрал из этого двойного альбома На мой взгляд самые удачные песни И я рад, что, во-первых, вы согласились с моим выбором тогда Практически меня немножко подправили как автор И рад тому, что согласилась публика Потому что для первого альбома Это очень неплохо вышло в люди То есть эти пластинки покупали, их копировали Ставили на торренты ваши новые фэны И я понял, что это все абсолютно не зря Поэтому я предложил вам записываться у нас С нашими музыкантами С нашей аранжировкой Это большая, сложная, длинная работа Она не может быть сделана сразу Вот сейчас мы сделали уже часть нового альбома Мой вопрос Чем тот альбом, который вы записываете в студии Насчет такси Отличается по структуре вашей Вы же автор От того, что мы издали Используя для этого уже те материалы Которые были записаны не у нас Ну, во-первых, у меня появилась возможность И шанс записать совершенно новые песни То есть я хочу, чтобы в этом альбоме Вот над которым мы сейчас вместе работаем Не было ни одной старой песни Которую я написал раньше И не было ни одного стихотворения Которое я использовал раньше Альбомный блок в программе Александра Фрумина Ночное такси В альбомном блоке показываю фрагмент Действительно самого первого видеоальбома Замечательного парня, с которым я дружу вот уже 8 лет Константина Крымского Не все, конечно, знают Что самое первое его профессиональное видео Было записано в студии Ночное такси Тогда, в феврале 2008 года Открывалась новая съемочная площадка нашей студии Питерский концертный зал Под названием Шоу-холл Атмосфера И самый первый наш фильм Снятый там Это фильм именно Константина Крымского Подчеркиваю, на дворе стоял февраль 2008 года Мой друг Саша Запорожец Московский продюсер И, кстати, очень хороший певец Познакомил меня с Костей Мне песни понравились И эта программа, я считаю, проложила Косте Дорогу к людям Она была размещена на разных телеканалах Она прошла несколько раз на телевизионном канале Ля Минор в Москве, с которым мы тогда работали Она прошла на телеканале Шансон ТВ Но все это было немножко позже На самом деле, я посчитал тогда, что это хороший старт Тем более, что мы тогда записали видео И на самом деле не было аудиоальбома Был только сингл из четырех песен Который носил название «Черное и белое» И, откровенно говоря, появление этого видео Оно, конечно, было, я считаю, очень серьезной поддержкой Для этого талантливого человека Мы подружились В том же 2008 году В мае Костя съездил с нами На наш большой концерт в Берлин На Фридрихштрассе Съездил в Русский дом И принял участие в фестивале Шансон по русской Германии Кстати, через два года после этого В 2010 году Он принял еще раз участие В этом же мероприятии На берлинской земле Приехал вместе с талантливым, очень известным Московским композитором Аранжировщиком Евгением Кобылянским Вот, собственно, такой опыт работы У нас был с Костей за эти годы Мы всегда были на связи И на ту съемку, на которую приехал ты В качестве соведущего Нашего большого юбилейного мероприятия Костя приглашен Твои слова об этом интересном музыканте Я первый раз услышал имя Крымского От Димы Широкова Я был на интервью на радио И он мне дает диск Вот этот самый черный и белый Говорит, Миша, ты должен это послушать Это чума Действительно, там, по-моему, 4 песни или 5 4 песни Да, но это очень интересно Там хит, конечно, однозначный Моя дорога Да, и при том, что Кто-то пытается сравнивать Крымского с Лепсом Это не надо делать У Крымского Совершенно свой тембр Совершенно свой голос Это они различаются То, что люди Немножечко похожи по вокалу Это не значит, что это вторично Крымский Самодостаточный абсолютно Может быть, немножко жалко Что он как-то где-то Не быстро взял старт И, может быть, где-то он сделал Может быть, паузу Тут непонятно То есть у него есть хороший репертуар Но вот как-то дальше Пока не происходит движение Но исполнитель действительно интересный И дорога Это, конечно, хит на все века Ну да У нас специально, аккуратно С соблюдением всех прав Приобретенную музыку И замечательного фильма «Цыган» Но, естественно, с совершенно Другими стихами Потому что, собственно говоря В фильме «Цыган» На эту мелодию Это так называемая Титульная мелодия Этого телевизионного сериала Там вообще никаких стихов не было Поэтому стихи были написаны Специально по заказу Кости А музыка была взята оттуда Я всегда поддерживал Константина Крымского Будем этим заниматься и дальше Ну и, конечно, очень скоро Покажем нашим зрителям То самое новое Что он записал На нашей съемочной площадке В Санкт-Петербурге Константин Крымский Смотрим Моя дорога нелегка То вниз летит, то в облака Пройдут дожди, пройдут снега Лишь разделяй, берегай Пусть мне улыбнутся небеса Пусть мне улыбнутся небеса Поля, и реки, и леса И удивляюсь я воочию Как хорошо и днем, и ночью Кую подковы днем, а ночью Разглажу я морщины дня И погоню вперед коня Возьму я горсть родной земли Чтоб сберегла меня вдали Огонь лампадки бы не погас В тревожный миг Недобрый час Как тень блуждают сны за мной А я молюсь тебе одной Пройдут дожди, пройдут снега Сойдутся наши берега Пусть мне улыбнутся небеса Поля, и реки, и леса И удивляюсь я воочию Как хорошо и днем, и ночью Кую подковы днем, а ночью Разглажу я морщины дня И погоню вперед коня Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И погоню вперед коня И шоу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok